Дорогие друзья, добрый вечер! И я рада вас приветствовать на нашем удивительном онлайн-интенсиве «Наука жизни. Путь к счастью и успеху». У нас сегодня праздник, и мы приглашаем вас этот праздник разделить вместе с нами, потому что создавался он в первую очередь для вас. У нас день открытых дверей, а если быть совсем точной, то не один день, а целых семь. Ну где вы такое видели? Ведь нигде такого нет, правда, друзья? А в науке жизни есть, потому что у нас уникальная, удивительная школа, где случаются чудеса, где мечты сбываются, где жизни людей меняются, где происходят бесконечно какие-то трансформации. Мы просто все радостные, счастливые, дружные, готовые вместе творить, созидать и помогать этому миру становиться еще лучше, еще краше, и вот таким образом реализовывать свою миссию и свое предназначение. Друзья, я хотела бы сказать каждому из вас особую такую отдельную благодарность за то, что нашли время. Я вот искренне восхищаюсь людьми, которые в пятницу вечером, вместо того, чтобы пойти в ресторан, в кино, не знаю, встретиться с друзьями, вы просто нашли время, как-то вот сумели перестроить, может быть, свои уже какие-то сформировавшиеся планы, может быть, отвезти детей к бабушке, там, отменить какую-то важную встречу, и посвятить это время себе, своему развитию, своему самообразованию и тому, чтобы познакомиться ближе с нашей школой, с ее атмосферой, с нашими замечательными и удивительными учителями и мастерами проекта. Прям вот низкие поклоны, большой респект, и это очень ценно. Друзья, я студентка третьего курса науки жизни, и меня зовут Оля Кац. И я хотела бы сказать, что мое обучение в школе, это, ну, это, наверное, пожалуй, лучшее после рождения моих не менее удивительных детей, лучшее, что со мной случилось, потому что наука жизни поменяла просто полностью вообще все, начиная от меня самой, моих реакций, моего поведения, моих отношений с родственниками, с друзьями, с родными, и заканчивая тем, что действительно тот потенциал, то, что есть внутри меня, оно, ну, как-то вот начало раскрываться благодаря обучению в школе, благодаря соприкосновению с учителями, с нашими мастерами, и я безмерно благодарна, счастлива, рада, просто вот от души. Друзья, я хотела бы сказать о том, что наука жизни — это место, где вы не только можете получить профессиональное образование и стать специалистом, квалифицированным, но это место, где вы сможете по-настоящему стать счастливыми, и, наверное, это самое важное. Ну, для многих из нас это точно. Ну, а в эти семь дней у каждого из вас есть уникальный шанс получить знания от ведущих экспертов в области практической психологии и духовных прикладных наук, но не просто получить знания, а начать их практиковать в кругу единомышленников, да и не просто в кругу единомышленников, а под опытным руководством наших удивительных наставников. Друзья, это шанс, это реальный шанс на изменения, на то, чтобы трансформации случились вот прямо вот уже в ближайшее время. И я рада, очень рада, правда, счастлива за каждого из вас. И наш онлайн-интенсив открывает ректор нашей международной образовательной программы «Наука жизни» Олег Георгиевич Кадецкий. Олег Георгиевич не просто ректор, он удивительный человек. Мы его все, вот все студенты, не побоюсь этого слова, абсолютно все, не просто уважают этого человека. Мы вас любим, Олег Георгиевич, мы вас ценим, и мы очень счастливы быть рядом с вами. И я хочу сказать о том, что Олег Георгиевич является мастером проекта «Психология третьего тысячелетия», является психологом, тренером, философом, писателем, автором уникальных методик личностного роста. Друзья, я приглашаю Олега Георгиевича к нам в прямой эфир, и сегодня он для вас проведет семинарское занятие на тему «Как раскрыть личностный потенциал и обрести гармонию в жизни». Олег Георгиевич, мы вас просим. Друзья, я вам желаю получить максимум пользы, удовольствия, наслаждения и всего самого лучшего. В добрый путь. Олег Георгиевич. Добрый день, дорогие друзья. Рад поприветствовать вас в нашей сегодняшней встрече. Пожалуйста, напишите в чате, что вы меня видите, слышите, что у нас хорошая связь. Пожалуйста, поставьте плюсики, если видно и слышно меня. Итак, жду ваших реакций, чтобы убедиться, что у нас контакт уже произошел. Итак, пожалуйста, поставьте плюсики, отличный звук. Хорошо. Слушайте, ну, рад, что у нас связь наладилась. Ну что, дорогие друзья, я очень счастлив поприветствовать вас. Сегодняшним вечером у нас через где-то примерно месяц начнется наша главная образовательная программа «Наука жизни», может быть, главный проект, который мы осуществляем. И в его преддверии мы решили сделать такой небольшой онлайн-интенсив, марафон, чтобы вы познакомились с преподавателями нашего проекта. Я думаю, многие из вас, скорее всего, их знают уже. Это как бы, знаете, такой как день открытых дверей, когда вы сможете зайти в нашу школу, зайти в разные классы, послушать разных педагогов, задать какие-то вопросы и реально почувствовать эффект этого обучения. Задача нашего онлайн-интенсива, чтобы вы получили реальный эффект. Итак, счастье и успех «Наука жизни». Мы будем с вами обсуждать именно эти темы в течение семи дней. Разные лектора, ведущие представят вам разные темы. У вас будет возможность также в малых группах обсуждать друг с другом эти темы, будут домашние задания. Очень рекомендую вам делать их. Зачем? Ну, чтобы возникал опыт личный. Нам же не нужна с вами просто информация. Нам нужен реальный опыт. Что касается темы моего сегодняшнего семинара, мы с вами обсудим тему раскрытия личностного потенциала. Что это такое? Зачем это нужно? Какие здесь препятствия могут быть на этом пути? Вот. Это то, что нас ожидает сегодня. Но я хотел бы сейчас просто услышать вас. Из каких вы городов, из каких стран? Давайте немножко соприкоснемся друг с другом. Пожалуйста, в чатах напишите. Итак, города, страны. Так, дорогие наши участники нашего марафона, напишите города, страны, откуда вы. Хочется почувствовать нашу географию в сегодняшней встрече. Екатеринбург, Саратов, Новосибирск, Кемерово, Нижневартовск, Уфас, Иктывкар, Москва, Франкфурт, Пермь, Беларусь, Томск, Кабакан, Омск, Киров, Россия, Дзержинск, Финляндия, Слушайте, ну, Латвия, Санкт-Петербург, Армавир, Красноярск, Тольятти, Туймазы. Дорогие, спасибо вам большое за вашу реакцию. Я хочу вас попросить, пожалуйста, почувствуйте эту всемирную аудиторию. Мы с вами сейчас сидим в большом таком онлайн-классе. Многие страны мира здесь представлены. Франция, Лан-Удэ, Херсон, Волгодонск. Ну что, мысленно как-то поприветствуйте друг друга. Знаете, нам очень нравится в нашем проекте «Психология третьего тысячелетия» объединять людей. Сейчас мир разъединяет людей, а вот мы решили объединять. И вот сегодняшняя встреча – это тоже объединение, поэтому мысленно как-то поприветствуйте друг друга, может быть, поаплодируйте, посмотрите на эту географию здесь в чатах и окажитесь здесь в одном классе нашей образовательной программы. Ну что, давайте приступим к изучению этой темы, раскрытию личностного потенциала, что же это такое. Я хочу вам сразу сказать, что, конечно, мы с вами затронем сегодня какие-то общие вещи, самые общие. Потому что, чтобы раскрыть потенциал, нужно прожить жизнь. Вся жизнь дается для этого. Но мы с вами сегодня постараемся понять основу. Я начинаю первым наш онлайн-интенсив, марафон. И постараюсь сегодня проговорить какие-то самые принципиальные, может быть, моменты, которые определяют успех в нашей жизни. Вы готовы? Поставьте плюсики, если готовы. Может быть, даже много плюсиков, как минимум несколько. Если вы готовы отправиться в это путешествие к счастью и к успеху, к освоению настоящего качества человеческой жизни. Итак, поставьте плюсики, если вы действительно готовы. Знаете, все самое важное в нашей жизни начинается с нашей внутренней готовности. Например, когда девушка готова выйти замуж, появляется парень. Когда мужчина готов создать семью, появляется девушка его мечты. Когда приходит пора весны, начинает все расцветать, само собой. Итак, пожалуйста, проверьте свою внутреннюю готовность. Вы готовы серьезно очень поднять планку качества своей жизни? И два основных параметра в этой планке – это счастье и успех. Успех – это какие-то наши достижения на внешнем плане. Мы с вами чего-то хотим добиться. Вы хотите чего-то добиться? Счастье – это внутреннее состояние, состояние изобилия, внутренней полноты. Вне зависимости от того, что происходит вовне, вне нас, внутри нас есть праздник. Вот это состояние счастья. И то, и другое не дешевое, как вы понимаете. И реализация на внешнем плане, и обретение этой внутренней целостности, гармонии – это очень серьезные задачи, которые ставит перед нами жизнь. Ну что, давайте. Хватит уже предисловий. Я думаю, многие из вас, так или иначе, читают какие-то статьи о современном спорте, может быть, смотрят какие-то телепередачи. И то, что я скажу, возможно, вы знаете. Знаете ли вы, что сейчас самый главный навык, который вырабатывают спортсмены – это не навыки на уровне мышц, не навыки на уровне каких-то действий физического тела. Это навыки работы с мышлением, с сознанием, умение концентрироваться, умение сосредотачиваться на внутренних источниках, умение не зависеть от внешних обстоятельствах и умение целенаправленно идти к поставленной цели. Это все навыки ума, навыки мышления. А мы с вами входим в третье тысячелетие. И ведущим фактором нашего успеха в жизни будет именно способность верно мыслить. Вот первое, что я хочу сказать. Думали ли вы когда-нибудь таким образом? Или мы с вами просто стараемся свои проблемы решить через беготню, через напряжение сил? Главное, чему мы с вами должны научиться – это способности правильно мыслить. И вот что это за способность правильно мыслить? Как она действует? Ну, давайте поговорим. Есть известная поговорка. «Посеешь мысль, получишь поступок». «Посеешь поступок, получишь привычку». «Посеешь привычку, получишь характер». «Посеешь характер, получишь судьбу». Обратите внимание, судьба начинается с мышления человека, с его сознания. Проверьте, кстати говоря, сделайте некую диагностику своего сознания. Вот давайте вместе это сделаем. Есть две такие самые общие модели нашего мышления или нашего сознания. Первая – это модель, настроенная на неудачу. Когда вы ожидаете неудачу в своей жизни, когда вы опасаетесь, что будет еще хуже, чем сейчас. Когда вы не верите в свои силы. Когда вы живете с неким чувством внутренней скованности, как будто чего-то в жизни вам не дано. Вот это первая модель. Вторая модель – это модель доверия к жизни. Это некое внутреннее ощущение, что все самое лучшее оно может случиться с вами. Что вам открыта широкая дорога в жизни. Что в жизни есть очень много возможностей, и они доступны вам. Вторая модель сопровождается ощущением радости, внутреннего вдохновения, внутренней уверенности, силы внутренней, желания пробовать, действовать, верой в то, что получится. Я хочу вас попросить сейчас протестировать внутреннее себя. Какая больше модель сознания развита у вас, первая или вторая? И вот здесь вот в чате поставьте, пожалуйста, минус, если вы замечаете, только по-честному. Если вы замечаете, что больше развита первая модель. Такая некая негативная модель ограничений внутренних. И поставьте плюс, если вы замечаете, что все же больше в вашем сознании и мышлении присутствует вторая модель. Итак, давайте понаблюдаем, что у нас в мире происходит в головах людей. Итак, минус, если вы замечаете, что больше все-таки развита первая модель. И плюс, если все же вторая. Так, слушайте, но минусов у нас пока значительно больше. Что же это за такая катастрофа у нас в мире? Но плюсы тоже потихонечку появляются. Так, пожалуйста, наблюдайте в чатах, что происходит в мире. Потому что то, что вы видите сейчас в чатах, это то, что будет проявляться на внешнем плане жизни. Вот мы с вами судьбу мира сейчас можем наблюдать. Потому что, ну вот я вижу, плюсы стали преобладать. У нас есть надежда, похоже. Но минусы еще торжествуют. Так, так, не подыгрывайте. Ставьте реально, что у вас происходит. Потому что нам нужна точная диагностика. Слушайте, ну спасибо. Я вижу, что все-таки плюсов чуть-чуть побольше. Все-таки в мире есть надежда. Вы знаете, судьбу человека очень легко определить. Начните с ним общаться и постарайтесь понять его мышление. То, что в его сознании, то будет случаться с ним в жизни. Действительно, есть всего вот эти две модели, как мы взаимодействуем с реальностью. Мы с вами хотим добиться успеха в жизни. Мы с вами хотим стать счастливыми. Это прекрасные цели. И многие люди пытаются их реализовать, ориентируясь на свои силы. Вы знаете, хочу вам сказать, что ориентация на свои силы – это еще одно ограничение. Почему? Потому что мы с вами не живем в безвоздушном пространстве. Мы же с вами живем в пространстве жизни, в мироздании, в космосе. Здесь действуют определенные энергии. Вот задумайтесь над такой второй вопрос, который хочу вам задать. А как вы относитесь к жизни? Она та, которая мешает вам, палки в колеса ставит. То есть, поставляет какие-то ограничения, какие-то препятствия. То есть, она такой, знаете, сложный партнер, к которому вы с недоверием относитесь. Поэтому вы должны продавить свою волю, добиться своего в жизни. Итак, второй тест, который мы с вами делаем – это ваше отношение к жизни. Первая модель – это недоверие. Я скорее верю в свои силы, что у меня все получится. Вторая модель – есть чувство внутреннего доверия к жизни. Что в ней действует некая любящая сила. Жизнь как бы неравнодушна ко мне. Она помогает мне. Итак, пожалуйста, давайте сделаем второй тест. Еще раз напомню. Первое отношение к жизни – это недоверие к ней. Надежда только на себя. Я прорвусь, я смогу. Второе – это чувство доверия к жизни, что жизнь, как знаете, любящий учитель. Помогает, поддерживает, направляет и дает возможности. Итак, поставьте минус, если вы замечаете, что в вашем сознании и мышлении скорее проявлена первая модель отношения к жизни. И поставьте плюс, если замечаете, что вторая модель. Ну или один-два, да, хорошо, можно так. Слушайте, ну неплохо. Неплохо. Двое плюсов у нас значительно больше. Неплохо. Слушайте, ну хорошо. Двое больше, плюсов больше. Хорошо. Но я хочу вам сказать, в вашей жизни все будет хорошо. Или уже хорошо. Потому что у большинства из вас очень правильная модель сознания. Но я хотел бы сейчас чуть больше это раскрыть, чтобы вы сами лучше поняли, с чем мы с вами имеем дело. Итак, очень важно понять, что, смотрите, есть отличие человека от животных. Животные живут согласно биологическим программам. Ну то, что записано, вот на уровне инстинктов. Если я чего-то хочу, я должен кого-то съесть, я обязательно съем и я ничего не беспокоюсь. Вот. Но человеку, в отличие от всех других форм жизни, дается свобода выбора. Обратите внимание. Мы можем с вами быть печальны или радостны. Мы можем верить в себя или не верить. Мы можем быть успешными, мы можем быть не очень. А у нас есть свобода выбора. Это статус нашего бытия как бы в мире. И вот эта свобода проявлена в нашем сознании. Вот чем человек отличается от животных. Своим интеллектом, разумом, способностью мыслить, способностью задавать вопросы. Именно в сознании мы выбираем, как встраиваемся в жизнь. Обратите внимание. Сейчас говорю некую очень важную вещь. Еще раз ее повторю. Животные, птицы, все живые существа, они уже в жизни. В естественной природе все очень гармонично. Ни один муравей не останется без работы. Ни одна птица не останется одинокой. Любая птица создается семью. Обратите внимание. У них нет проблем таких, как у нас. Невозможность создать семью или потери работы, депрессии из-за этого. Вы видели где-нибудь муравья, который лежит под деревом, в депрессии, что нет работы в лесу? Нет, вы такого не найдете. Все живые существа, они встроены уже в мир. Мы с вами пока нет. Это зависит от нашего сознания. И вот здесь действуют две модели. Пожалуйста, обратите на это внимание. Это очень-очень серьезные вещи. Первая модель, она проявляется по-разному. Но в самом общем случае, это концентрация на себе. Я могу. Я самый важный в этом мире. Жизнь среда моего питания. Я должен воздействовать на нее и брать от нее то, что я хочу взять. Это установка эгоистичного человека, который пытается властвовать над жизнью. Вторая установка, это установка доверия к жизни. Это некое понимание, что в мире, в жизни действует некая любящая энергия. Человек наблюдает, что мир очень правильно устроен. Видит, как все очень органично устроено в этом мире. Он понимает, что есть какой-то разум, который за этим стоит. И он буквально чувствует, что я нужен жизни. У меня есть какая-то роль, мое предназначение в этом мире. Жизнь по-доброму относится ко мне. Вот задумайтесь, как вам кажется, какая из этих двух моделей открывает нас к жизни, а какая из них как бы отрывает нас от жизни. То есть, одна открывает, связь с ней создает, с ее энергиями, с ее возможностями, с ее потенциалом. А какая модель, наоборот, отрывает нас от реальности, делает нас одинокими. Поставьте, кстати говоря, в чате. Ну, а что вы будете ставить, непонятно как. Подумайте просто, первая или вторая. Я думаю, естественно, можно понять, что гармоничные отношения с жизнью возникают на уровне второй модели, когда у нас есть доверие к ней. Но первая модель отрывает нас от жизни, когда мы будем работать только со своими способностями. Да, может быть, чего-то мы и добьемся в жизни при помощи своих способностей. Конечно же. Но как вам кажется, у кого больше способностей, у кого больше силы, у кого больше разума, у жизни или у нас? Вот дайте попробуйте дать ответ на этот вопрос. Кто сильнее, кто могущественнее, кто умнее? Потому что если вдруг вы отвечаете, что жизнь мудрее, в жизни больше качеств, в жизни больше разума, в жизни больше внутренней силы, тогда мы с вами должны понять, что задача нашего с вами развития, достижения успеха и счастья должна строиться через контакт с жизнью, с ее энергиями. Не через контакт с самим собой. Интересная деталь. Не через контакт со своими ограниченными ресурсами. А вот с этой способностью открыться к пространству жизни и ее энергии впустить в свой разум и свое сердце. Совсем другой навык. Давайте мы с вами сейчас сделаем одно небольшое упражнение. Я хочу, чтобы вы буквально попробовали эти две разные модели сознания. Я прошу вас сейчас подумать о какой-то реальной трудности, которая есть в вашей жизни. Реальная трудность. Возьмите любой какой-то реальный эпизод. Дождемся всех. Давайте, давайте. Вспомните какую-то реальную трудность. Я надеюсь, вы хорошо подготовились к нашей встрече. У вас есть такие трудности. Никто не обделен. И вот теперь смотрите, какой эксперимент мы с вами сделаем. Мы сейчас проживем мысленно эту трудность в первой модели, когда мы сосредоточены на себе. Эта модель называется гордыня. Я являюсь самым важным в мире. И дальше мы эту трудность мысленно проживем в умоностроении доверия к жизни. Только сейчас я несколько вещей вам поясню. Что такое гордыня? Ну, гордыня – это понятность, реоточность на себе. Гордыня – это ожидание, что я должен наслаждаться в этом мире, что сама жизнь должна обслуживать меня и должна подчиняться моей власти. То есть в ней должно происходить то, что я хочу. Вот эта установка гордыни. То есть первая модель – это модель такой сосредоточенности на себе. Я, я, я. Такое, знаете, любимое слово, к сожалению, многих современных людей. Вторая модель – это модель доверия к жизни. Это некое внутреннее ощущение, что в ней действует любящая энергия. что она внимательна ко мне, она подсказывает, ведет. Я не брошен в этом мире. Вот. У нас у всех с вами есть воображение. Я сейчас прошу вас представить мысленно и первую реальность, и вторую. И вот, представляя мысленно обе эти модели, мы проживем вашу трудность. Ну, вернее, не вашу, а каждый свою проживет. Я буду все говорить, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы делаем сейчас очень важный эксперимент. Итак, пожалуйста, первое, на что настроитесь, это настройтесь вот на это умонастроение гордыни. Я самый важный. Жизнь должна меня обслуживать. Все должно происходить так, как я хочу. И, соответственно, когда происходит не так, как я хочу, и нет удовольствия, которое я ожидал, то я недоволен. С какой-то стати. Вот это гордыня. Итак, найдите у себя это умонастроение внутри. И вот теперь, находясь в этом умонастроении, мысленно войдите в этот свой проблемный эпизод. Как бы мысленно подумайте, что вы внутри него находитесь с этим умонастроением. И понаблюдайте, как он будет развиваться в этом случае. Так, делаем паузу, чтобы каждый хорошо представил, как этот ваш проблемный эпизод будет развиваться, если вы внутри него будете в этом умонастроении гордыни. Отметьте, какие чувства у вас появляются и как развиваются внешние обстоятельства. Как начинает развиваться ситуация. Хорошо. Пожалуйста, запомните. Запомните этот опыт. Второе, что мы с вами делаем. Я прошу вас мысленно представить воображение. Хочу подчеркнуть это слово. Воображение, воображение. Может быть, вы никогда так не думали в жизни, но воображение. Попробуйте представить, как будто в мире есть некая любящая энергия, которая поддерживает вас, направляет, опекает, дает возможности какие-то в жизни. Вот сейчас свое мышление сосредоточьтесь на этом представлении. Мы ждем, чтобы каждый сосредоточился. И так думайте о жизни в таком позитивном ключе. Почувствуйте некое доверие к ее руководству, к ее поддержке. И вот теперь с этим ощущением мысленно войдите вновь в свой проблемный эпизод и понаблюдайте, как он будет развиваться в этом случае, когда вы внутри него находитесь в таком умонастроении. Итак, что вы чувствуете в этом случае, как развиваются события, когда вы свой проблемный эпизод переживаете с этим чувством доверия к жизни. Отметьте, пожалуйста, какой опыт вы получаете в этой ситуации. Вы можете в чатах уже видеть, как реагируют люди, насколько это два разных опыта. Я прошу вас, поставьте, пожалуйста, несколько плюсов, если вы замечаете, что во втором случае вы имеете намного более, ну как это сказать, ну более интересный для вас опыт. Внутренне вы лучше себя чувствуете и ситуация намного лучше развивается, чем в первом случае. Итак, поставьте несколько плюсов и поставьте несколько минусов, если все-таки вам нравится первая ситуация. Итак, тому, кто понравился второй опыт больше, поставьте несколько плюсов. Тот, кто выбирает первый опыт, поставьте несколько минусов. Давайте понаблюдаем. Ну, вы можете видеть картину в чатах, смотрите. Смотрите, картина очень однозначная. Я пока не вижу ни одного минуса. Один появился, вот один-один есть, да. На сотни других плюсов. Нет, еще один минус появился. Вот третий минус появился. Ну, слушайте, да, иногда вот что-то возникает. Четвертый минус. Обратите, пожалуйста, внимание на эту статистику. Вот сама эта статистика показывает нам с вами, что от того, какая у нас модель мышления, модель нашего сознания, от этого очень сильно зависит реальность нашей жизни. Обратите внимание на тот эксперимент, который мы с вами сейчас сделали. Пожалуйста, не забудьте его. Я сейчас коротко очень напомню. Вы взяли какой-то трудный проблемный эпизод. И мы с вами его дважды постарались прожить. Первый раз в умонастроении гордыни, сосредоточенности на себе. Второй раз с умонастроением, с умонастроением, доверением, доверением жизни и руководством. И вы могли заметить, что эпизод совершенно по-разному стал развиваться. Он дал нам совершенно разный опыт. В первом случае это скорее был негативный внутри нас опыт. Мы плохо себя чувствовали. И события еще больше усугублялись внешнему. Во втором случае возник некий позитивный внутренний опыт. Помните? И внешнее событие, то есть проблемная ситуация, она как бы стала решаться. В ней какая-то перспектива появилась. Она стала как-то развиваться, как будто сама жизнь стала находить какое-то решение. Вы заметили это? Как наша модель мышления влияет на реальность нашей жизни? Еще раз хочу вам напомнить то, с чего мы с вами начали. Посеешь мысль, получишь поступок. Посеешь поступок, получишь привычку. Посеешь привычку, получишь характер. Посеешь характер, получишь судьбу. Дорогие, одна из самых главных способностей, которой мы с вами должны учиться работать, это способность мышления. Вот этого мышления, открытого к жизни, доверяющего жизни. Вот этот маленький эксперимент, который мы сделали, я надеюсь, он запомнится вам. И еще раз проверьте, а с каким мышлением вы живете? Потому что вот то мышление, с которым вы живете, вот то мышление формирует вашу судьбу. Это очень важный принцип. Я бы очень хотел, чтобы вы из сегодняшней нашей встречи взяли вот эту вещь. И это то домашнее задание, которое я вам даю на сегодняшнем с вами семинарии. Оно будет состоять в том, что, пожалуйста, весь завтрашний день постарайтесь прожить в умонастроении доверия к жизни. Постарайтесь замечать всякий раз, как вот это умонастроение гордыни, оно внутри вас возникает. И вспоминайте тот эксперимент, который мы с вами сделали, потому что вот это умонастроение, оно будет так влиять на события жизни. Я хочу дать маленькое обоснование тому, с чем мы с вами сейчас имеем дело. В жизни есть одна очень интересная проверка. Это проверка, сохраняем ли мы это мышление, позитивное мышление в период кризиса. Потому что в период кризиса, когда что-то не получается, очень хочется обвинить других. Очень хочется свалиться в какой-то внутренний негатив, в депрессию, в стресс внутренний. Вот, кстати говоря, проверка того, какое у нас с вами мышление, будет именно в кризисе. Потому что, может быть, легко будет даже завтрашний день прожить, хотя я не уверен, что у вас легко это получится. Жизнь же она много раз проверит завтра, ты в каком сознании находишься. Ну ладно, маленькое обоснование. Вот смотрите, подумайте, пожалуйста, о жизни. Вам никогда не казалось, что в ней все в порядке? Например, живая природа. Смотрите, какой красивый, органичный мир. Все формы жизни, растения, животные, птицы, насекомые, все находятся на своем месте. Все органично взаимодействуют друг с другом. Природа поддерживает сама себя. Смотрите, не нужно строить никаких электростанций. Вы никогда не думали, что в природе нет электростанций? Ну, искусственных. Солнце светит и все. И все живет. Но Солнце создал не человек. То есть, в мире уже присутствует вся энергия, необходимая для жизни человека, для жизни всех живых существ. Вот. И мы с вами, если хотим также получить вот эти внутренние источники жизни, то есть, изобилие некое внутри себя и во внешнем пространстве, нам нужно научиться подключаться к жизни. И умное настроение гордыни, как раз еще раз это повторю, отрывает нас от реальности. Ну, как бы, вот вам пример такой. Вот смотрите. Ну, простите, пожалуйста, он немножко будет такой тяжелый пример, но я думаю, хорошо, чтобы немножко встряхнулись. Вот, например, палец. Красивый. Смотрите, как движется. наслаждается движением туда-сюда. Что-то может подержать. Что-то может в рот засунуть, чтобы что-то попробовать. Смотрите, сколько у него возможностей. Но этот палец имеет весь этот потенциал возможностей только тогда, когда он соединен с телом. Согласны? Что если этот палец отдельно где-то валяется на дороге, точно такой же палец, смотрите, отдельно валяющийся на дороге, у него уже всех этих возможностей, которые мы с вами перечислили, уже нету. Вот так работает гордыня. Нам может казаться, может казаться, что в ней много преимуществ, уважаемые. Гордыня отрывает нас от жизни и лишает нас контакта со всеми теми возможностями, которые есть в мире, в реальности. так возникает разрушение нашей судьбы. Это разрушение может очень интересно проявиться. Например, оно может проявиться в том, что вы добьетесь всего того, чего хотите, но счастливы не будете. Это будут просто внешние какие-то фантики, которые вы получите. Помните, как один известный персонаж из одного очень известного романа сказал, когда добился своей цели, который так долго стремился. Он получил миллион на блюдочке с голубой каемочкой. И тогда, когда получил, в этот же момент почувствовал неудачу свою и произнес сакраментальную фразу «Сбылась мечта идиота». Гордыня отрывает нас от жизни. Энергия радости и счастья просто в живой природе разлита везде. Если есть установка гордыни, если есть стереоточность на себя, счастье уйдет из жизни. Даже чего-то добьемся, это может быть. Но счастья не будет. А вот установка доверия к жизни, она позволяет нам контактировать с реальностью на самом деле. Палец соединяется с целым и обретает возможности целого. Вот это путь к настоящему счастью, настоящему успеху. Быть в гармонии с реальностью. Но еще раз повторю, эта гармония возникает через наше сознание, мышление. Мы с вами заговорили о кризисах. Мне вспоминается один очень интересный такой эпизод. Я думаю, многие из вас даже знакомы с этим примером, который я сейчас приведу. Это знаменитая речь Стива Джобса, одного из из основателей компании Apple. Знаменитой компанией. Мы с вами пользуемся продукцией этой компании сегодня. Это самое надкусанное яблоко. Я, кстати, с вами говорю сейчас через ноутбук компании Apple. И в жизни Стива Джобса был очень интересный эпизод, когда его выкинули из его собственной компании. Вот он был учредителем, да, но совет директоров как-то решил избавиться от своего учредителя. И тот, кто основал компанию, был выброшен из своей компании. Такой интересный эпизод, о котором он рассказывал. И он рассказывал, что он чувствовал в этот момент. Он чувствовал поражение, он чувствовал, что рухнула вся жизнь. Но потом он стал думать, я же еще жив. А если я жив, значит, что-то есть, ради чего я живу. И он стал думать, а что я хочу, чем я хочу заниматься, что мне дает жизнь, что за таланты, за способности у меня есть. И он стал продолжать бизнес. Он стал работать в другой сфере бизнеса. Насколько я помню, это был бизнес, связанный с, там была какая-то киностудия и что-то еще такое. Стал этим заниматься. И это стало очень быстро развиваться опять. Смотрите, он из кризиса очень быстро шагнул опять его возможности. Почему, как вам кажется, потому что доверял жизни? Потому что понимал, что ничего просто так не происходит. Ну хорошо, это неудача, я же жив еще, значит какой-то план жизни на меня есть? Вот это доверие было свойственно ему. Он начал новый бизнес. И так случилось, что через некоторое время вместе с этим новым бизнесом он опять вернулся в свою компанию. Совет директоров пригласил его с этим новым успешным бизнесом. Состоялось объединение этих нескольких компаний друг с другом. Стив Джобс принес еще один капитал. Подумайте, как вы действуете в неудачи. Вы верите в жизнь или вы опускаете руки? Только не противопоставляйте веру в жизнь и веру в свои способности, потому что вера в жизнь будет проявляться в энергичных действиях. Не нужно думать, что я просто опускаю руки, верю в жизнь и все само собой случится. Нет, Стив Джобс активно работал. Он нам с вами подарил в этой знаменитой речи перед студентами Стэнфорда, который я сейчас цитирую, еще один очень важный навык, который помогает нам, может помочь нам искать свою настоящую дорогу в этом мире. О первом навыке мы с вами сказали, это доверие к жизни, это нечто, что противоположно нашей гордыне, сосредоточенности на себе. Кстати говоря, именно вот это доверие, оно и позволяет проявиться нашему предназначению, потому что предназначение идет же от жизни, это же некий план жизни на нас, мы же родились в этом мире, у всех, кто рождается в этом мире, есть какая-то роль в этом мире, смотрите, у любого паучка, у любого, не знаю, там, у любой бабочки, у любого дерева, рыбы, птицы, есть какое-то предназначение, неужели мы думаем, что мы с вами решили предназначение, это не может быть, потому что у нас у всех есть какие-то свои таланты, способности, смотрите, нам уже какая-то роль предписано, обратите внимание, мы все разные, но вот чтобы эта роль проявилась в полной мере, нужно доверие к жизни, потому что доверие жизни это такой тонкий канал, как бы, знаете, электрический ток, чтобы потек, нужно провод проложить, и в нашем случае, если животные программу своей жизни реализуют автоматически, смотрите, они все успешны, они все создают семьи, они все находят пищу, они все находят работу, им есть чем заняться в жизни, они никогда не скучают, смотрите, у них все автоматически работает, но человек автоматически свое предназначение не реализует, посмотрите, огромное количество людей сейчас запутались, они не понимают, кто они такие, чем заниматься, не могут найти свои таланты, не могут найти партнера для того, чтобы создать семью, смотрите, как мы с вами сильно отличаемся от животных, птиц и насекомых, да, нам дается свобода выбора, но еще раз хочу подчеркнуть, это свобода выбора в нашем сознании, мышлении, если установка гордыни, разные трудности придут судьбой, потому что мы теряем контакт с реальностью, с ее гармонией, с ее полнотой, с пространством возможностей, с этой энергией изобилия, которая действует в жизни, если установка доверия к жизни, как мудрому любящему учителю, который заботится обо мне, то начнет раскрываться мое предназначение, потому что предназначение отдается от жизни, и нужно построить этот канал связи с ней, и каждый день его поддерживать, обратите внимание, каждый день поддерживать, каждый раз доверять жизни, но в особенности тогда, когда будут кризисы приходить, храните это, знаете, как, ну, ладно, да, храните это ощущение связи с реальностью, вот это первый навык, с которым мы с вами сегодня знакомимся и работаем. а второй навык, Степ Джобс также его упомянул в своей знаменитой речи перед студентами Стэнфордского университета, он рассказал один эпизод, эпизод, когда у него нашли рак, причем рак, который не подлежал операции, то есть он был фактически обречен. И врачи, чтобы проверить свой диагноз, они взяли у него опции, засунули ему такой зонд, вот, взяли клетки и клетки отправили на анализ. И Степ Джобс рассказывал, что день он прожил с ощущением смерти. оттенцем, и вечером, когда были анализы получены, врачи закричали от радости, потому что это была очень редкая форма этого рака, которое можно было операбельным путем что-то с ней делать. Ему сделали операцию, он прожил еще 10 лет после этого. И он рассказал, что вот с этого момента, когда смерть мне дышала в лицо, с этого момента я ввел в себя одно правило в жизни. Я хочу сейчас вспомнить это правило, чтобы мы с вами взяли этот второй навык. Он говорит, каждый день я утром подхожу к зеркалу, смотрю на себя и задаю себе вопрос. Стих, если сегодня вечером придет твоя смерть и ты уйдешь из этого мира, ты будешь делать то, что запланировал? И Степжоп дальше рассказывал, что если в течение нескольких дней подряд к нему приходил ответ «нет», если бы смерть пришла вечером, я не стал бы заниматься тем, что я спланировал. Если несколько дней приходил ответ «нет» на ум, я останавливался и все менял в своей жизни. Я старался почувствовать, что мне нужно изменить, я постарался соприкоснуться с своими истинными ценностями, я перестраивал свой внешний образ жизни, чтобы эти ценности реализовывать, а не просто механически существовать в этом мире, делая то, что было спланировано раньше. Вот это второй очень важный навык. Знаете, это навык решительной проверки «а кто я?» Я живу своей собственной настоящей жизнью или это просто биоробот, который функционирует согласно заданной программе. Кем непонятно. Итак, давайте возьмем этот второй навык. Это навык проверять, живем ли мы своей настоящей жизнью. Знаете, каждый день нужно проживать как последний. Тогда успеем все уже в течение сегодняшнего дня. каждый день нужно идти к своей мечте, самой главной. Пусть это будет самый маленький шаг, который вы сделаете, но он будет навстречу к самым главным целям. Мне в свое время, знаете, понравилась одна китайская поговорка «Самый длинный путь начинается с первого шага». Я помню, когда я его слышал, как-то сразу в сердце вошел. Я потом узнал, что это была на самом деле фраза Лао Цзи великого китайского мудреца. Она звучала в оригинале несколько иначе. Не менее красиво, кстати. Послушайте, сейчас я скажу. Самый длинный путь начинается у тебя под ногами. Вот там, где ты сейчас находишься. Очень важно понять, что наш потенциал внутри нас. Поэтому второе, что я хочу вас попросить, пожалуйста, задумайтесь, а какие для вас самые важные ценности? Что вы более всего хотели в жизни? О чем вы мечтаете? Чему вы хотели посвятить свою жизнь? Что это за ценности? Вот возьмите некое время себе, чтобы просто, может быть, ручкой, бумагой побудьте наедине с собой и выпишите это. Только себя никак не критикуйте. Просто выпишите все, что приходит на ум. Что для меня самое важное? Какие ценности? Выпишите все, весь список. потом, через некоторое время вернитесь к нему и вычеркните все то, что не является вашим. что-то случайно залетело, но это будет следующий, второй шаг, не первый. Вычеркните все, что, ну, как бы, что-то лишнее. Пусть останутся самые важные ваши ценности. Ну, а третье, подумайте, что вы могли бы делать каждый день, чтобы двигаться к этим ценностям и к этим самым важным целям. Что за маленькие шаги, которые вы могли бы делать? Я вам хочу сказать одну вещь. Если вы будете это делать, то каждый такой, даже очень маленький шаг, он будет наполнять вас огромным чувством радости. Почему? Потому что вы будете чувствовать, что живете своей жизнью, настоящей, что вы контактируете со своим предназначением, вы позволяете ему раскрываться уже сегодня, никогда-то в будущем. это второй навык, который возьмите. И смерть в этом смысле хороший помощник. Потому что жизнь нужно проживать полноценную каждый день. Каждый день в каком-то смысле мы с вами умираем, ведь сон это забытье, мы исчезаем буквально. третий навык, который вам может очень помочь на этом пути. Смотрите, у нас сегодня много практических советов. Вы их запоминаете? Может записываете? Кстати, поставьте плюсики, кто записывает или запоминает. Я хочу понять, как мы с вами сегодня взаимодействуем. Третий навык. Заканчивайте каждый день неким самоанализом. Что у вас получилось, а что нет. Просто короткий самоанализ. Что у вас получилось сегодня, что нет. Никак не оценивайте это, не грустите и не радуйтесь. Просто записывайте. Но вернее, знаете, что? Радуйтесь за все удачи, которые случились. За все то, что не получилось, берите это как задачи, как уроки. Вот сегодня я был неуспешен в этом. Я беру это как задачу на завтра. Итак, делайте небольшой самоанализ каждый день. Были ли вы сегодня настоящими? Двигались ли вы к своему успеху, к своей мечте, к своему предназначению, к реализации своих истинных ценностей? Или опять просто суетились в этом мире, гордились чем-то? это третий навык. Ну и знаете, если у нас такая с вами встреча сегодня, тем более, что она открывает наш с вами марафон, хочу вам четвертый навык еще подарить. Это навык благодарности. Вот вместе с этим самоанализом, когда вы будете его делать, пожалуйста, что бы вы ни записали, мысленно благодарите жизнь, высшую силу, которая в ней присутствует, за что-то, находите сами за что. Очень важно в жизни развить вот это позитивное сознание. И такой небольшой дневник благодарности, который вы могли бы вести, очень существенно вам может помочь. Помните, мы с вами начинали сегодняшний день именно с этого. Какое у нас мышление, негативное или позитивное? Благодарность означает, что мы мыслим возможностями. Пожалуйста, услышьте, что я сейчас сказал. Да, может быть, они еще в полной мере не проявились, но я мыслю возможностями. Я вижу их в жизни, вижу в реальности. У меня что-то не получилось. Это моя возможность на завтра. Если я сегодня упал с двухколесного велосипеда, это моя возможность завтра на него опять сесть и поехать. А если завтра я опять десять раз упаду, вот это мышление успешного человека, человек, который доверяет жизни, ее силе поддерживать нас, и это мышление развивается через благодарность, потому что через благодарность мы учимся видеть позитивные возможности в жизни. Соответственно, мышление ограничений, когда я оскорблю о неудаче, я впадаю в чувство вины, разочарования, страха, отчаяния, неверия в себя, неверия в жизнь, и так каждый вечер пожалуйста введите этот дневник благодарности. Это четвертый навык. Ну вот все, что мне хотелось вам сказать сегодня. Слушайте, у нас сегодня так много всего, чего было. Ваша задача, пожалуйста, практикуйте все это завтра. ну что, я хочу вас сейчас попросить задуматься над тем, что вы получили сегодня в нашей этой первой встрече, в чем ваш результат осознания, что было для вас самым важным. пожалуйста, сделайте сейчас паузу и задумайтесь. И я прошу вас, напишите здесь в чатах, что было самое важное для вас, что это за открытия, которые были сделаны вами сегодня. Итак, пожалуйста, пишите и одновременно смотрите, что пишут другие, соприкоснитесь с опытом других людей. Это, кстати, еще один навык, это способность учиться у других, потому что гордыня не позволяет это делать. Это тоже навык открытости к жизни, когда я вижу позитивный опыт других, а не просто им завидую. Зависть лишает меня способности наблюдать позитивный опыт у других. Поэтому, пожалуйста, запишите, что для вас было важно сегодня, одновременно почитайте, что пишут другие, что более всего запомнилось вам и что более всего открытывалось у других. Обменяйтесь этим опытом сейчас друг с другом. Пусть наша большая международная аудитория обогащает друг друга, развивает друг друга, поддерживает друг друга, обменивается реализациями, опытом. Вы пишите удивительные вещи. Очень благодарен вам за ваше осмысление. Вы знаете, поразмышляйте еще немного над тем, что мы с вами сегодня обсуждали. Соотнесите это как-то со своей жизнью и подумайте, как бы вы могли это практиковать. знания по-настоящему начинают работать тогда, когда мы вновь и вновь к ним возвращаемся. И также тогда, когда мы превращаем их в практику. Если я что-то услышал, но это не делаю, ничего не случилось. Но если я начинаю это практиковать, как некий навык, знание начинает работать. Оно начинает менять уже вашу жизнь. Помните? Посеешь поступок, посеешь мысль, получишь поступок. Мысль должна перейти в поступок. Поступок должен перейти в привычку, то есть он должен стать систематическим. Слышите? Это не просто одноразовое действие. Привычка это то, что я делаю регулярно. Посеешь привычку, получишь характер. характер. Характер это означает некий устойчивый навык. Я мыслю так. У меня развились какие-то качества. Вот это настоящая уже надежность опыта, когда в характере проявляется как некая черта. И вот если наша с вами мысль вошла в характер через поступок, через действия, через привычки, знаете, судьба уже начала раскрывать свой потенциал. Но все начинается вот с этого перехода. мысль поступок. Ну что, вас завтра проверит жизнь, насколько вы серьезны, насколько вы готовы совершать те поступки, о которых мы с вами сегодня говорили. Жизнь завтра проверит, потому что если этого перехода не происходит, я просто что-то услышал, но не начинаю это применять. Простите, цепочка разорвалась в самом начале. Ну что, дорогие, я был счастлив с вами сегодня встретиться, чувствую огромную такую позитивную энергию в чате здесь, в вашем обмене, чувствую, что в наших сердцах что-то раскрылось. Мы начали сегодня наш онлайн марафон. 7 дней, пожалуйста, будьте на связи. Мы хотим, чтобы этот марафон был для вас таким неким интенсивным опытом. Ну что, я хочу сказать, что у нас есть группы марафона специальные. Сейчас хочу попросить наших администраторов выложить эти группы в чаты, потому что в группах будут даваться еще дополнительная информация. Помимо таких вебинаров там будут даваться еще задания, еще будет дополнительная информация. Поэтому, пожалуйста, кто хочет целенаправленно заниматься, зарегистрируйтесь в группах марафона. Есть группа ВКонтакте, есть группа в Фейсбуке, есть группа в Одноклассниках. Вот. И сейчас здесь в чатах у нас вот они уже появляются эти группы. Так, ну конечно тут столько много благодарности, что ссылки у нас исчезают. Вот, но в конце мы подублируем это еще раз группы марафона, но так иначе вы можете наблюдать, появляется. и я хочу попросить также поставьте ссылочку на проект наука жизни. Пожалуйста, зайдите также по этой ссылочке, посмотрите на этот большой проект нашей образовательной программы, которую мы в коротком виде представим в нашем небольшом марафоне в качестве такого неоткрытых дверей, скажем так. Вот, но можете тем не менее получить информацию обо всей образовательной программе наука жизни. Поэтому прошу здесь также выложить ссылочку на науку жизни. Ну, а я сегодня прощаюсь, вот, и вместе с вами буду ожидать завтрашней встречи. Олег Александрович Еременко проведет семинар по взаимоотношениям, и послезавтра Инверх Джимрадович Измайлов проведет семинар «Что такое настоящая духовность, чем отличается от ложной духовности». Вместе с вами буду слушаться вместе с вами буду учиться. И потом еще много всего, чего интересного будет. Семь дней, семь дней нашего путешествия. Ну, что, спасибо большое. Желаю вам плодотворно провести завтрашний день. Пусть все, что вы спланировали, по-настоящему получится. Ну, друзья, вот подошел к концу наш первый день онлайн интенсива «Наука жизни, путь к счастью и успеху». Мы благодарим вас, Олег Георгиевич, за те знания, которыми вы щедро делились сегодня с нашими слушателями, зрителями. И я искренне верю в то, что те семена, которые вы сегодня так заботливо сеяли в сердца наших дорогих участников онлайн интенсива, в свое время не обязательно прорастут и принесут много радости и счастья нашим дорогим зрителям. Друзья, но это еще не все чудеса на сегодня. Буквально через полчасика в группе ВКонтакте появится ссылка, где вы сможете найти удобное для себя время и присоединиться к какой-либо группе и обсудить все то, что вы сегодня услышали, почувствовали, восприняли. Обсудить в кругу единомышленников под руководством опытного наставника. И это обязательно стоит сделать. Я знаю, как это бывает иногда непросто вообще вступить в какое-то сообщество, делиться каким-то своим таким сокровенным чем-то или своими ощущениями. Иногда вообще бывает непросто говорить в кругу людей, но мы создали для вас такую очень бережную атмосферу и для того, чтобы вам было безопасно и благоприятно очень оказаться в кругу таких вот единомышленников, в кругу опытных наставников, где вы сможете открыть свое сердце, где вы сможете обсудить то, что вы сегодня услышали, узнали. И это обязательно благоприятно скажется на той трансформации, которую мы все ожидаем в своей жизни. Поэтому еще раз через полчаса после окончания нашего вебинара, буквально когда мы сейчас скажем друг другу до свидания в группе ВКонтакте будет ссылка, по которой вы пройдете и попадете в пространство Google Диска. Там вы сможете выбрать удобное для себя время и присоединиться к какой-либо группе для обсуждения той темы, которую сегодня Олег Георгиевич нам рассказывал. И в кругу единомышленников под руководством опытных наставников вы сможете как-то получить обратную связь, обменяться мнениями, проявить какие-то смыслы, соприкоснуться друг с другом сердцами. Это очень ценный и полезный опыт. И вот прямо на душе рекомендую вам воспользоваться этой чудесной возможностью. Ну а я хочу еще анонсировать на завтра выступление следующего спикера. Завтра по московскому времени времени, с 18 до 20 00 для нас проведет вебинарское занятие Олег Александрович Еременко. Это еще один удивительный человек нашего пространства. Это мастер проекта психологии третьего тысячелетия, специалист и преподаватель нашей школы, философ, востоковед, специалист науки чтения по руке, психолог-консультант, фотохудожник. Олег Александрович завтра поделится с нами знаниями о том, как же построить нам гармоничные отношения и поделится основными принципами построения гармоничных отношений. Вот, это будет еще одна удивительная встреча, вы соприкоснетесь с глубинными такими очень интересными знаниями, и я вам желаю быть завтра, найти возможность, время, и до скорых встреч. Всем доброго вечера, не забывайте проходить по ссылке, искать для себя классно удобное время, присоединяться к группе и обмениваться с единомышленниками полученным опытом сегодня на занятиях. С вами была Оля Кац. Субтитры создавал DimaTorzok